Как стать фермером, с чего начать и где найти деньги на свое дело? В Ульяновске стартовала школа фермеров. Главная цель – научить, создавать и вести успешный бизнес в сельском хозяйстве. Учениками школы может стать любой желающий, независимо от возраста и образования. Главное – желание зарабатывать и развивать свое село. Сначала это практически и теоретическую часть, чтобы в сознании у человека сложилось, какое направление выбрать, как идти к этому направлению, чтобы быть успешным фермером. И меры поддержки, как государственные, так и меры поддержки государственной и банка. Первым делом для участников проводят теоретические занятия. Повышение финансовой грамотности, основы бизнеса, написание грантов и бизнес-проектов. Помогают сотрудники Министерства агропромышленного комплекса и специалисты Аграрного университета. Мы надеемся, мы хотим поучаствовать в конкурсе на грант, хотим писать проект, защищать его, ну и надеемся быть конкурентоспособными. В качестве практики выезд на предприятие. На этот раз ученики приехали в гости к Алексею Макарову. Фермер занимается сельским хозяйством больше 40 лет. В его КФХ 570 голов крупного рогатого скота и 360 овец. Также выращивают зерно и травы на силос. По мнению опытного наставника, самое главное – это земля. Без земли вы будете никто. Извините, я так выражаюсь, но это на самом деле так. Земля – это начало. Все, мы тоже начинали сначала со 100 гектар, после пошло 300, 600, 700, 1200, и пошло вот сейчас 3000 гектара. Фермер показал производственные цеха, сельхозтехнику, рассказал об ошибках, которые делать не стоит. В хозяйстве полным ходом готовятся к весенним полевым работам. На сегодняшний день у нас техника на 98,5% готова, как я сюда люблю говорить. Технику она распределена по механизаторам, специалисты, кто работает на них, есть. Я тоже в том числе принимаю участие на время пассивных работ. По окончании обучения слушатели должны защитить бизнес-план, после чего им будут выданы сертификаты о прохождении обучения. Дальше начинающие бизнесмены смогут претендовать на субсидии и гранты. Анна Тищенко, Управда ТВ.